привет зрители канала будем ремонтировать сегодня пылесосик ну пылесосик очень довольно таки габаритом он мне по пояс это оригинальный пылесос строительный керхер для производства модель у нас 70 дробь 2 заявлено поломка судя уже затертости буквы масла это он дай боже значит заявлено что работает только один двигатель крышку я уже снял вот и значит я посмотрел смотрите здесь крючо . вращается а вот этот вот он вообще в клине даже потемнел пластик полностью так я подключил к электросети включаем да действительно один двигатель работает так второе ну-ка может хоть мычить не все он уже отмычал то есть он нам нужно будет поменять здесь электродвигатель так мы сейчас снимаем вот эти защелочки сейчас отключим от электросети и же на стол закинем верхнюю часть но в пылесос судя вот этого что он уже довольно таки хорошо раненый был в перевязках он даже я удивляюсь как тут я вижу вот здесь кабель практически у основания повредили здесь вилку короче ребята умеют работать так по разборке что у нас здесь тут даже что-то пытались уже смотреть то есть сейчас мы фильтр откручиваем и посмотрим что у нас дальше снявших фильтр воздушная здесь ничего не обнаружил никаких шурупов зато продул компрессором очистим то есть чтобы добраться электродвигателя нам нужно будет искать где-то здесь будет шурупы саморезы шурупы ну вот какие-то вижу буду а вот по периметру до здесь 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 откручиваем я думаю что вот это верхняя часть пластика снимется по разборочке расскажу секрет думаю то что ж такое не располовинивается две части оказывается если вот так вот смотреть кнопки находятся в дальней стороне а вот здесь у нас есть фильтр и вот под ним спрятали шуруп сейчас мы его выкрутим мы его нашли а под подсказочку не забудьте поставить лайкос ладно разбираем дальше дальше нам нужно будет открутить хомут все фильтра чтобы он дал нам возможность поднять верхнюю часть здесь находятся такие хитрые шурупчики вот так мы принципе нам высоко и не надо разделять эти две части у нас открывается доступ к двигателю сейчас снимаем клеммы и все ведем у нас руках более нам ничего не надо так крыльчатка действительно не вращается на шуток у нас что-то болтается тут даже гайку открутила нормально так но если вам интересно можете заглянуть на коллектор каком он состоянии находится черный черно устрашающий это короче что тут вообще без вариантов снимаем резиночки заказываем новый электродвигатель еще раз продуваем здесь когда уже разобрали эти две части устанавливаем будем же тестировать его после продувки вот смотрите обнаружены шайба которую удерживает вот эта гайка перезьба есть почему открутилась неизвестно вот здесь это все держится скорее всего это и привело к выходу из строя получается что у нас вот это гаечка это гаечка вывела из строя пылесос ну двигатель пылесоса потому что скорее всего вот эта шайба гайка держит удерживает турбинку где-то турбинка поднялась заклинила электроэнергия короче подавалась еще и соответственно просто сгорела обмотка кстати что тут он у нас то у нас он что это двадцатого года ну не долго он и проработал принципе новый движочек уже на столе все также металлическая крыльчатка все приближено вроде бы оригиналу ну чуть-чуть отличие есть чуть-чуть даже по высоте чуть-чуть ну по диаметру по турбине все одинаково поэтому занимаемся установкой и уже будем тестировать двигатель новый установлен все здесь собрано мы уже можем тестировать так проверяем новый двигатель ну и проверим старый конечно ну что дальше не вижу смысла продолжать видос собираем крышку ставим фильтр и все и пускай едет к своему владельцу так что было кому полезно посмотреть как разобрать и в чем причина и какая что вывела двигатель из строя поставьте лайк техническому контенту на ю тубе всем бога бога